МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Зимой погода нашей средней полосы редко бывает стабильной и постоянной. Плюсовая температура и отепель сменяются резким похолоданием и сильными морозами. И сейчас уже этим никого не удивить. Как же реагируют на все это наши домашние четвероногие друзья? Сегодня мы попробуем в этом разобраться. Большинство специалистов сходятся во мнении, что погодные капризы – не повод отменять привычные прогулки. Иммунитет взрослых, здоровых собак гораздо лучше формируется на открытом воздухе. Но для многих животных климатические особенности нашего региона, когда низкие температуры чаще всего сопровождает довольно высокая влажность, а иногда и сильный ветер, могут доставлять определенные неудобства. Особенно если речь идет о таких породах, которые исторически зарождались на территориях с более мягким климатом. Мы решили спросить у владельцев породистых собак, как их питомцы чувствуют себя, когда выходят на прогулку из теплых городских квартир. Каникорсы родом из Италии. Им, конечно, не очень комфортно в наши зимы, поэтому необходимо их утеплять. Утепляем мы примерно с температуры минус 20-15 градусов. Бульмассив, он пониже темпераментом, чем каникорсы, поэтому они как бы побыстрее, мне кажется, даже мерзнут. Хотя, с другой стороны, у бульмассива чуть побольше, мне кажется, подшерсток. Ну, не знаю. Все в основном индивидуально зависит от каждой собаки. Если одна собака мерзнет, минус 20, вторая типа О. Также зависит от характера прогулок. Если собак на улице двигается много, то она меньше мерзнет. Если она меньше двигается, то больше подвержена замерзанию. Огненные бульмассивы в своих шапках-гривах напоминают скорее резвящихся африканских львов. А снег и сугробы еще больше обостряют ощущение абсолютной нереальности происходящего. Приучать своего пса к такой теплой экипировке лучше заранее. Тогда в холодный сезон не возникнет трудностей с переодеванием. Если собака высокотемпераментна, то есть она холерична, она может не очень хорошо воспринять одежду. Но это, естественно, необходимо за какую-то похвалу потихоньку дома одевать и обучать. Желательно, конечно, тоже с детства, как и она обучается к поводку, к наморднику. То есть желательно тоже с детства приучать такую собаку и к одежде. Конечно, для этих собак не подходит уличное содержание, но содержание в квартире зимой такой собаки или в частном доме, в принципе, приемлемо. И активные прогулки на свежем воздухе – это польза не только собаке, но и хозяину. Маленьким щенкам, пожилым и стареющим животным, а также небольшим декоративным породам переносить низкие температуры гораздо сложнее. Для поддержания тепла им требуется намного больше энергии, чем их более крупным собратьям. Изящные теплолюбивые левретки тоже родом из солнечной Италии. Почти полное отсутствие согревающего подшерстка не мешает им ощущать себя настоящими полноценными собаками. При условии, что их владельцы знают, как правильно утеплять своих четвероногих друзей. Ну, вообще, толстая куртка с подстежкой, обязательно тапочки, потому что у них очень тонкие кости и практически нету жира, то есть сухожилия и косточки. Поэтому очень быстро замерзает. Практически через две минуты собака обезноживает и начинает плакать. Вот. Обязательно капюшон на голову или вот такой вот капор. И, в общем, собака чувствует себя прекрасно. Час-полтора мы гуляем. Левретка – это очень активная собака. И, в частности, есть два типа. Есть выставочные, есть беговые. И собаки очень нуждаются в движении. Поэтому рекомендуется гулять и зимой, и весной, и осенью, и в любое время года. Все собаки у меня активные, все гуляют. Поэтому они счастливы, наверное. В хорошо подобранной одежде собака будет себя чувствовать свободно и непринужденно. Главное, чтобы лапы в сапожках не разъезжались. Обувь ни в коем случае не должна быть скользкой. Ну, а некоторые вообще спокойно обходятся без нее. Им гораздо удобнее совершать прогулки на руках у своих хозяев. Ну, мы сами не очень сильно любим, скажем так, морозы. Поэтому мы с собачками, если выходим на улицу, то одеваемся очень тепло и стараемся выходить до температуры минус 10 градусов. Мы выходим гулять, прежде всего, для того, чтобы пообщаться со своими друзьями, пообщаться с друзьями наших собак, подышать свежим воздухом. И просто, чтобы они тоже, живые существа, чтобы они тоже набирались впечатлений, не сидели все время в четырех стенах. Им тоже интересно смотреть на окружающий мир. Обычно собаки сами хорошо чувствуют, когда их организм начинает страдать от переохлаждения и демонстрируют это всеми своими силами. Если вы заметили, что ваш четвероногий друг начал дрожать, поджимать лапы, присаживаться и сжиматься в комок, он явно замерз, и ему пора домой, в тепло. И помните, что перед прогулкой никаких банных процедур. В зимнее время года длинношерстных животных, особенно длинношерстных, не рекомендуется купать, так как мокрая шерсть, холод через себя пропускает намного сильнее, нежели сухая. И сохнет собачка длинношерстная очень-очень долго. То есть нам может показаться, что после купания через несколько часов она высохла. На самом деле, если мы запустим свою руку под шерсть кожи, мы почувствуем там влагу повышенную. А это как раз первый, так скажем, источник к доступу холода именно к самому телу. То есть такое животное очень быстро у нас охладится на улице, и вероятность заболеваний здесь очень высока. При первых признаках переохлаждения, при наличии дрожжи, следует прекратить прогулку. Животное нужно переместить в теплое помещение. Его лучше укрыть теплым одеялом, подложить теплые грелки, ни в коем случае горячие нельзя. На кончике ушей нельзя высокую температуру использовать, так как это может, наоборот, усугубить ситуацию. Лучше животное напоить или накормить чем-то теплым бульоном, водой теплой. Обязательно измерить стоит температуру. То есть если температура у нас тела падает ниже 37 градусов, это повод обратиться к ветеринарному врачу. То есть в домашних условиях в этом случае не справиться. Стирать не следует животное. Лучше его хорошенечко укутать. Ну и, конечно, запомним, что все-таки на улице при очень низких температурах нужно одевать животное. Костюмчики, то есть покупая себе шубку, нужно помнить и о нашем животном, что оно тоже в этой шубке нуждается. Если зимняя стужа свалилась вам как снег на голову, и вы находитесь в растерянности, как и главное чем срочно утеплить вашего питомца, который порой отказывается даже нос во двор вытянуть, возможно, вам помогут наши нехитрые советы. Теплые сапоги вы легко можете заменить обычными махровыми носками. Постарайтесь только надежно закрепить их резинкой или фиксирующей лентой. Если у вашей собаки нет комбинезона, можно приспособить старую вязаную кофту или свитер. Или, как в нашем случае, закрепить результат шалью. Шапку с успехом заменит обычный шарф, если его обмотать вокруг головы. Уши теперь точно не отморозятся. Может быть, в таком виде ваша собака будет выглядеть не слишком презентабельно, но ведь холод не тетка, главное – тепло и здоровье. Ну и потом внимание окружающих будет вам наверняка гарантировано. Ведь, как известно, от улыбок станет всем теплее. Некоторым собакам с густой шерстью и богатым подшерстком одежда и обувь вовсе не требуются. Даже в сильные морозы они чувствуют себя комфортно на прогулках. Хозяину остается только следить, чтобы снег не забивался между подушечками пальцев лап. При низких температурах он быстро смерзается в лед и доставляет собаке большие неудобства. А вот герою нашего следующего сюжета повезло вдвойне. Теплая шуба ему досталась от природы, как и положено пекинессу, пусть даже не слишком породному. К тому же с некоторых пор этого забавного пса согревают любовь и забота его новых владельцев. Еще недавно шестилетний мачо, так зовут этого милого китайского львенка, был постояльцем самарского приюта для домашних животных. Прежний хозяин сам привез его туда и оставил, просто отказался. Но, видимо, и у собак есть свои ангелы-хранители. Так мачо оказался в своей новой, настоящей семье. Как раз перед моим день рождения я решил себе сделать подарок. Поехал в приют, вот Надежду мне рассказывали об этом приюте. И вот приехал туда, выбрал, мне сразу понравился и взял его. Да, он, считай, сразу привык. Вот, как он пришел, он сперва осваивался, а потом уже на следующий день нормально пойти, как все дома бегло. Вот, то есть сразу к квартире, ко всем, всем сразу он понравился. Положительные перемены в своей жизни мачо воспринял с большим оптимизмом и радостью. Комфортная обстановка, прогулки, интересные знакомства и повышенное внимание к своей персоне явно пришлись недавнему обитателю приюта по душе. К тому же и новым владельцам не пришлось долго обучать этого уже взрослого пса хорошим манерам. У мачо оказался приятный и покладистый характер. С первых дней он очень старался понравиться всем, и это у него отлично получилось. Мне кажется, что он мне очень благодарен, что его взял. Но в любом случае, у меня дома намного лучше, чем где он был до этого. Подарить шанс на счастливую жизнь любому обитателю приюта для брошенных и потерявшихся домашних животных есть у каждого из нас. Ведь любой собаке понятно. Если у тебя есть свой дом, семья, любовь и забота хозяина, никакие зимние морозы уже не страшны. В твоей душе всегда будет солнечно и тепло. Зиме недолго длится. Скоро ее пора пройдет, и наступит долгожданное время долгих и необременительных прогулок с вашими четвероногими питомцами. Ну а пока держите их в тепле и безопасности. Берегите своих друзей. До свидания. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова